Мне хотелось бы вот о чем рассказать. Я давно занимаюсь исследованием строения Солнечной системы. Начал я заниматься этим исследованием. Я работал в Полковской обсерватории, занимаюсь радиоастрономией. Ну вот, увлекся вопросами космогонии. И у меня возник вопрос, а есть ли еще планеты за Плутоном и где они находятся? Ну, к сожалению, астрономия на этот вопрос отвечала очень плохо. Потому что метод возмущения, который применялся для открытия планеты Нептон, практически неприменим. Он требует длительного отрезка времени, которого у нас нет. Мы хотим сейчас. А что там через сто лет? Через сто лет меня не будет. Это неинтересно. Задача была поставлена такая. Найти новые закономерности строения Солнечной системы, которые позволили бы, анализируя эти закономерности, вычислить места еще не открытых планет Солнечной системы. Вот чем я и занялся. Занялся я этим где-то в годах 58-59, в общем, уже очень много лет пришло с этим. В 1973 году я выпустил свою первую статью на эту тему «Свойства симметрии Солнечной системы». Вот среди свойств симметрии Солнечной системы было опубликовано следующее закон дубленности. Он говорит, что все крупные тела Солнечной системы протублированы и, как правило, находятся на соседних орбитах. Например, Юпитер и Сатур, Уран и Нептун, Земля и Венера, и спутники Юпитера. Четыре галереевых спутников Юпитера, то же самое относится к спутникам Урана и так далее, или спутникам Сатур. То есть вот таких парных систем насчитывается не менее 20 штук в Солнечной системе. Это самые крупные тела, остальные поменьше. Эти тела приблизительно равны друг другу по диаметру и приблизительно имеют равны массе. Но все-таки отличаются, конечно. Например, Юпитер в 3,5 раза больше по массе, чем Сатур. Но по диаметру они мало отличаются. Уран и Нептун отличаются, по диаметру почти не отличаются, а по массе отличаются заметно. Ну и так далее. Но больше интересно. Если рассмотреть эти пары, то одно тело более массивное, чуть больше по диаметру, более плотное. Другое поменьше по диаметру и менее массивное, менее плотное. Кроме того, они еще обладают магнитными полями. Одно тело обладает больше магнитными полями, другое меньше магнитными полями. Вот если по этим параметрам разбить эти пары, образуются две группы тела. Одна группа, группа Юпитера, туда входит Юпитер, Нептун, Земля, Лекури. Их массы образуют геометрическую прогрессию. Сознанная этим равном 18. Ну то есть, Земля в 18 раз больше, чем Лекури, Нептун в 18 раз больше, чем Земля, а Юпитер в 18 раз больше, чем Нептун. Значит, вторая группа Сатурна, она состоит из Сатурна, Урана, Венеры и Марса. Там тоже образуется геометрическая прогрессия для массы, но немножечко более сложная геометрическая прогрессия. И, значит, образно говоря, мы видим, что два разных ряда с разными свойствами. Оказывается, по логарифмам, если взять логарифмы этих тел, логарифм их массы, ну не простые логарифмы, а взять золотые логарифмы, с основания этого логарифма равны золотому числу, числу фидия, 1,618. Вот если мы возьмем, промогарифмируем массы и рассмотрим эти логарифмы, то оказывается, что логарифмы ряда Юпитера целые числа, а логарифмы ряда Сатурна полуцелые числа. Это очень интересно. То есть это говорит о том, что у них как бы совершенно разные происходения по этих рядам. Ряд Юпитера имеет одно происходение, ряд Сатурна имеет другое происходение. Ну мы знаем, что когда анализируем элементарные частицы, то мы знаем элементарные частицы с целым спином и с полуцелым спином. Те, которые образуют полуцелый спин, это, допустим, туда входит, допустим, туда входит нейтрон, протон, туда входит и мектоны, электрон входит. Мю-мизон, тау-мизон. А с целым спином образует класс мизонов, совершенно другой класс, естественно. То есть они совершенно разные, и по свойствам, и по полуцелям, и по полуцелям. Так и здесь тоже два ряда. Ряд Юпитера, ряд Сатурна, принадлежат как бы двум разным классам тела. И вот что интересно. Если мы будем рассматривать Солнечную систему, в ней наблюдается следующая симметрия. Тела, расположенные, орбиты которых расположены по разные стороны от орбиты Юпитера, образуют симметричные пары. Так что произведение радиуса в орбит симметричных тел равны квадрату радиуса орбиты Юпитера. Значит, имеет место своеобразной симметрии орбиты. При этом, обращаю ваше внимание, что хотя Сатурн по массе меньше, в 3,5 раза меньше, и поэтому как бы вроде понятно, почему симметрия относительно Юпитера наблюдается. Но вот такая симметрия наблюдается относительно Земли, что совершенно непонятно. Потому что Земля всего на 18% по массе больше Венеры. И, казалось бы, симметрия должна наблюдаться относительно какой-то средний орбиты, который расположен между орбитой Венеры и Земли. Нет, точная симметрия относительно Земли. Это очень странно, мне это показалось. Ну, Юпитер 3,5 раза по массе больше Сатурн, это понятно. А Земля-то чуть-чуть больше по массе, чем Венера. Почему так? То есть возникла мысль вот такая, что на орбите Земли где-то прячется еще скрытая масса, для того, чтобы вот к этой орбите можно было привязать эту симметрию. Где эта скрытая масса может прятаться? Единственная точка на земной орбите, где может прятаться это тело, это так называемая линейная либерационная точка. Она находится на земной орбите и находится за Солнцем. Ну, там может прятаться, конечно, тело. Потому что Солнце закрывает от нас огромную область, равную 600 диаметрам земли. Колоссальную область, учитывая диаметр самого Солнца и учитывая король. Или 10 диаметров лунных орбит. Это очень большая область. Есть где спрятаться. Ну, это одно. Второе. Если мы рассматриваем спутниковые системы планет, вот спутниковые системы Юпитера и спутниковая система Сатурна, они подобны друг другу. А вот спутниковая система Сатурна, значит, я говорил, что Урана и Юпитера подобны друг другу. А спутниковая система Сатурна, оказывается, она подобна спутниковой системе Солнца. И можно каждому телу в системе Сатурна сопоставить тело Солнечной системы. Это очень интересно. И вот, когда я говорил о ряде Юпитера, там ведь геометрическая прогрессия имеет знаменатых 18. Может быть, этот ряд не кончается на Юпитере, а есть еще тело больше, чем Юпитер, 18 раз. Это здорово. Если такое тело есть, где же оно находится? Но это тело уже будет звездной массой. 2% от массы Солнца. Это уже тело звездной массы. Там уже ядерные процессы интрибуют идти. Да мы такого тела не знаем. Но, если мы посмотрим вот это подобие спутниковых систем Солнца и Сатурна, то в спутниковой системе Сатурна имеется гигантский спутник Титан, масса которого в 20 раз больше суммарной массы всех остальных спутников Сатурна. Ого! Это интересно. Сопоставим это тело с Солнечной системой и посмотрим, где будет подобное в Солнечной системе тело. Оказывается, это тело будет находиться на огромном расстоянии в 1100 раз дальше, чем Земля. с периодом обращения около 40 тысяч лет. Тибетские легенды гласят, что у нас в Солнечной системе есть радиосолнце. Они называют ее металлическая планета. То есть, очень плотная планета. Ну, может быть, большая масса или маленькая, но главное, что это металлическая планета, очень плотная. И вот, если мы рассматриваем ближайшие звезды около Солнца, то мы видим, что не менее 60% звезд входит в кратную систему. В кратную систему будет 2 звезды, 3, 4, 5, 6 звезд. Разная количество звездов. Но не одна звезда, а несколько. И эти кратные звезды, как правило, движутся друг вокруг друга по довольно вытянутым кометоподобным траекториям. И если действительно у нас в Солнечной системе есть еще второе тело, которое составляет 2% от массы Солнца, и соответствует тибетской легендарной планете Раджа Солнца, а Раджа Солнца значит царь Солнца, то есть главное Солнце, когда там было. А если мы рассматриваем кратные системы, то в кратных системах более массивная звезда выгорает быстрее, потому что там процессы более интенсивные идут. И она сначала была главным, а потом она становится второстепенным. Это уже выгорает. И вот я предположил, что если вот это тело, подобное Титана, которое я условно назвал Раджа Солнца, если оно было главным телом Солнечной системы, то оно выгорело, его масса уменьшилась, и оно своей планетой передало отчиму Солнцу или мальчику Солнца. Юпитер, Нептун, Земля и Меркурий перешли к Солнцу. А собственные дети Солнца, Сатурн, Уран, и Венера, и Марс, они, значит, при Солнце так как оставались, так и были. Но все это перемешалось, расположилось соответствующим образом. Как это все располагалось, какие процессы происходили, при этом мы не знаем, но догадываемся, что процессы, конечно, были сумасшедшие для масштабов человека. Ну, если это так, то посмотрим, а что же было 40 тысяч лет тому назад, если дили вот обращение радио Солнца порядка 40 тысяч лет. А были процессы, оказывается, 40 тысяч лет тому назад, интересно. Оказывается, порядка 35-40 тысяч лет тому назад исчез неандерталец и появился кроманинский человек. Вот это мы с вами. Мы кроманинцы. Это одно. Второе. Оказывается, анализ палеомагнитных данных, то есть запечатленных в земных породах магнитных полей, видно, что 40 тысяч лет тому назад был мощный всплеск магнитного поля на Земле. Что вызвало этот всплеск магнитного поля? Всплеск магнитного поля могло вызвать какое-то космическое тело, которое подходило сюда и обладавшее мощным магнитным полем. Но мы знаем, что Солнце обладает очень сильным магнитным полем. Причем полярные области на Солнце имеют не очень большое поле, а вот пятна на Солнце имеют сумасшедшие поля, превосходящее поле Земли в пять тысяч раз. Уж колоссальные. И вот если радио Солнца к нам сюда подходило, оно могло, конечно, своим полем воздействовать на Землю. И это запечатлено в породах, в земных породах, и там образовались у нас палеомагнитные данные, говорящие о таком всплеске. Ну и это еще и еще. Оказывается, по древним легендам у Земли раньше Луны не было. Не было Луны у Земли. А когда Луна появилась, она появилась после потопа Земли. Был страшный потоп. А теперь посмотрим на Марс. Оказывается, на Марсе вот так, при далеком взгляде с Земли мы только видели что-то напоминающее каналы. Скеопарелий назвал это каналы на Марсе. На самом деле это не каналы на Марсе. На самом деле это русло рек, которых на Марсе очень много. И русло гигантские, по размеру не меньше, чем Амазонка. И воды на Марсе безумное количество. Но вся вода на Марсе вымерзла, ушла под почву. И сейчас на Марсе свободной воды нет. Но, когда мы смотрим на марсианские каньоны, то видно, что из бока этого каньона вытекает вода. Это видно хорошо. Потому что, если этот бок каньона прогревается, этот овраг прогревается, оттуда вытекает вода. Это все прекрасно видно. То есть, воды на Марсе очень много. Но, это говорит о том, что, значит, раньше на Марсе была более высокая температура. Сейчас температура низкая. Если сейчас, допустим, днем на экваторе там до плюс 30 до прожисти, ну, при, в том случае, когда Марс ближе к Солнцу, переедет, а ночью, эта температура падает до минус 45, до минус 80, значит, должна была быть более высокая температура. Она могла быть более высокая, если бы Марс дает Солнцу ближе. Вот в числе закономерностей, опубликованных в 1975 году, была закономерность законоподобия планет. Оказывается, каждому телу внутри пояса астероидов есть подобное тело где пояса астероидов. Так вот, Марсу подобен Плутон. У Плутона очень вытянутая орбита. У Марса орбита имеет эксцентриситет 9%, а у Плутона 24%. Ну, и отличие. Если мы имеем Уран, он подобен Венере, Нептон подобен в Земле. Отношение периодов обращения Урана, Нептуна и Плутона такое 1,2,3. 1,2,3. Если мы перенесли бы сюда на земную группу планет такое же отношение периодов, у нас 360 суток, значит, у Венеры 180 суток, у Марса 540 суток. Вот, если бы у Марса было 540 суток, он был бы гораздо ближе к Солнцу, и там была бы свободная вода. Там могла бы быть жизнь, на Марсе действительно. но 180 дней у Венеры. Это тоже очень интересный момент. Получается так, что если бы у Венеры был период 180 дней, то мы тогда бы с Венерой встречались бы раз 180 дней. Сейчас мы встречаемся раз 584 дня, а тогда бы раз 180. то есть период движения Венеры относительно нас был такой же, как период движения нас относительно Солнца. Вот тут интересная картина. Оказывается, по египетским легендам Исида и Азилис, главные боги Египта, они были супругами, братом и сестрой, и они шли по нему рядом. То есть они шли с одним периодом. Теперь представим себе такую картину. Если у Венера был период 180 дней, а если у Венеры еще и был спутник, а таким спутником мог быть Меркурий. Почему? Потому что если Марс потерял Луну свою под воздействием пришедшего сюда ради Солнца, то точно так же и Венера могла потерять своего спутника Меркурий и он вышел из Саркофага. Мы помним в легенде говорится, что враги Азиниса спрятали его в саркофаг и саркофаг пустили по Нилу, а он по Нилу выплыл в Средиземное море, приплыл к берегу Сирии и там в розов дерево а потом Изида ходила везде его искала и там нашла это дерево где был гроб Азиниса и она его вернула обратно гроб скрыли его достали пока она пыталась его оживить на некоторое время отлучилось опять враги Азиниса во главе с Сетом возили его разрубили на части разбросали по всему Египту и вот потом она ходила собирала эти части тела Азиниса и соединяла в целое что мы наблюдаем если действительно Меркурий был спутником Венеры это была пара изъеда Азиниса они ходили с одним периодом вокруг Солнца а потом когда произошла эта катастрофа ради Солнца подошла сюда близко Луна потеряла Марс потерял свою спутницу Луну и Луна перешла на орбиту Земли Земля отодвинулась от Солнца и стала иметь период вместо 365 дней 365 дней а Марс отодвинулся от Солнца получил период 687 дней вместо 540 а Венера отодвинулась от Солнца Меркурий ушел на орбиту самостоятельно Солнца Венера отодвинулся от Солнца и стала период уже 225 дней что пишет Теренции Порони римский историк он пишет что Венера раньше до потопа была другая после потопа она изменила свой вид свой путь и свой цвет до потопа она была больше и ярче и она была косматом а после потопа косма у нее исчезли до потопа она была красной а после потопа стала синий интересный момент мы знаем что у Венеры очень мощная атмосфера давление на поверхность Венеры 90 атмосфер высота венерианской атмосферы в 12 раз больше чем наша атмосфера на Земле а масса в 55 раз больше чем земная теперь представьте себе вращаясь вокруг Венеры спутник который в 4 раза по массе больше чем наша Луна Веркурий он так мощно будет возмущать эту атмосферу атмосфера будет мотаться действительно как космос Венера была косматой а красноватый свет не придавали кристаллики серы которые выделялись мы знаем что на верхних областях атмосферы Венеры имеется серная кислота это мы знаем значит если там образовывались кристаллики серы то они давали вот этот красный свет атмосферы поэтому вполне естественно так положить что такая картина произошла но это интересно вот еще почему дело в том что если у Марса изменилась орбита он отодвинулся все там температура упала там стали условия невозможные для жизни замерз Марс раньше когда он ходил по прежней атмосфере у него атмосфера содержит и сейчас очень много углекислоты а мы знаем что углекислотная атмосфера она является парниковой атмосферой потому что лучи идущие от поверхности земли вверх они поглощаются углекислотной атмосферой они выходят на лужу поэтому не охлаждается небесное тело имеющее углекислотную атмосферу вот пример Венера у него углекислотная атмосфера и температура на поверхности Венера достигает 500 градусов по Цельсию сумасшедшая совершенно температура и вот поэтому мне хотелось бы сказать что возможно такой сценарий возможно он не отвергается американские ученые просчитывали возможность того что Меркурий когда-то был спутником Венеры проходит такой вариант расчет показал что такой вариант возможно но если это так то тогда это как он может быть нам подтверждает то что на небе Земли не было раньше Луны и теперь представьте себе если Луна была захвачена земля то когда Луна подходила к земле земля своим гравитационным полем сорвала всю гидро и аэро оболочки то есть воздушная и водяная оболочка Луны была сорвана и сброшена на землю вот вам пожалуйста много дней шел дождь и все застопило и поток сумасшедший туда что еще к этому хотелось бы сказать дело в том что на Луне то обнаружено разваленный городок вот что интересно разваленный городок значит там была отрыва когда то в других условиях когда Луна была спутником Марса и когда Марс был ближе к Солнцу в своей в переделии в переделии но орбита Плутона такова что он в переделии заходит внутрь орбита Нептуга может быть и орбита Луны тоже заходила внутрь орбиты Земли поэтому была захвачена я хочу сказать что есть кое-какие косвенные данные говорящие в пользу того что Луна была спутником Марса оказывается по теории Литлтона английского ученого при совместном образовании планеты и спутника соотношение между массами должно быть 1 и 9 то есть масса должна быть в 9 раз больше чем масса спутника вот такое соотношение наблюдается между Марсом и Луной Марс в 9 раз больше по массе чем Луна правда Земля в 9 раз по массе больше чем Марс более сложная конструкция получается но еще есть такой момент интересный анализ вещественного состава Земли Марса и Луны показывает что Луна по своему химическому составу больше похожа на Марс чем на Землю это еще одно возможностей но есть совершенно удивительные доказательства которые называют пуповина я нашел пуповину между Луной и Марсом в чем она заключается а вот в чем мы знаем что вращательный момент тела ну планеты является очень консервативно величиной и она с трудом меняет свою ориентацию в вращательный момент поэтому если мы посмотрим как ориентирована ориентирована ось Луны и ось Марса но не Марса а марсианской орбиты то оказывается экватор лунный экватор почти лежит в плоскости экватора в плоскости орбиты Марса у них очень мало отличается углоконок но ориентация оси Луны относительно оси Земли или земной орбиты совершенно не совпадает очень далеко и потом что еще мне хотелось сказать в движениях Луны есть определенные неправильности периодические неправильности эти периодические неправильности связаны с движением Марса относительно земной орбиты и Венера относительно земной орбиты оказывается Марса в 9 раз по массе меньше чем Земля и в 8 раз по массе меньше чем Венера поэтому влияние Венера должно быть очень сильным потому что Марс подходит к Земле на такое расстояние как и Венера поэтому мы должны просматривать влияние на возмущение в движении Луны сильнее от Венеры поменьше от Марса а как на самом деле друзья а на самом деле все наоборот Венера почти не влияет на движение Луны а Марс очень страшно влияет и еще я хотел вам сказать следующее у Майя имеется три календаря Аптун и Третья забыл как называется забыл название но поскольку следующий один 365 дни другой 360 дни и один 260 дней это как называемый ритуальный период связанный с какими-то там верованиями и с торжествами которые проводили жрецы жрецы заранее рассчитывали очередную катастрофу и каждая следующая катастрофа должна была происходить через 52 года по 365-летнему календарю так вот вот этот календарь Тун 262 оказывается он составляет одну треть периода встречи Марса и Земли одну треть периода встречи Марса и Земли 780 дней а Тун одна треть от этого 260 дней значит это говорит что они обращали внимание на Марс прежде всего Марс для них главным источником опасности был он говорил о приближающемся конце света значит они перед концом света проводили свои ритуальные наблюдения на пирамиды Майянской и говорили конец света кладется на следующие 52 года так ждите еще 52 года ребята так смотрите какая интересная вещь если действительно так называемый календарь Марса относительно Земли то есть 780 период встречи Земли и Марса он говорил о том что если что-то извне приближается с далекой областью Солнечной системы сюда то прежде всего это будет чувствовать Марс и он изменит свою тарикторию движения там какие-то будут запасы или опережения будут и сразу будет видно ага Марс изменил свой период движения значит все приближается опасность готовимся к концу света нет Марс нормально идет ничего не будет ребята откладывается еще на 52 года конец света так что вот Марс являлся своеобразным компасом который говорил о том что имеется опасность идущая извне Солнечной системы такой опасность идущая извне Солнечной системы может быть раньше Солнца о которой я думаю но теперь представим себе следующее если раньше Солнце выгорело раньше чем Солнце на какой срок раньше ну данные по астрономии говорят что такой срок 150-250 миллионов лет а если около ради Солнца еще остались какие-то планеты и там цивилизация образовалась на 150-250 миллионов раньше чем наша цивилизация что это будет за цивилизация это будет цивилизация богов то есть они будут уметь такое делать о чем мы даже и мечтать не можем мы просто являемся детьми яси или детского сада для них по своим умениям по своим возможностям и вот если это действительно так то тогда эти боги управляют наши солнечные системы они командуют солнечной системой они определяют все процессы следующих здесь мы знаем что есть очень странные кометы которые летят к солнцу заходят за солнце а из-за солнца не выходят обратно а траектории их не ведет к падению на солнце это несколько комет японского наблюдателя не помню две или три кометы вот так зашли за солнце а из-за солнца не вышли есть странный другой пример интересный комета Ролада Армда 1956 года эта комета зашла за солнце вышла из-за солнца и на ней заработал радиопередач на лоне 11 метров а потом через три недели заработал радиопередач на волне полметра и вот первый передатчик вдруг отделился от кометы и пошел за солнцем назад куда он пошел это очень интересный вопрос я вам говорил о том что наблюдается симметрия орбиты относительно орбиты земли значит на орбите земли где-то есть спрятанная масса где она может спрятаться она может спрятаться только там в либрационной точке за солнцем и мы друг друга не будем видеть мы будем ходить с одним и тем же периодом это тело может быть и большое а может быть и поменьше земли не знаю но видеть мы не будем но воздействие других планет может вызывать колебания этого тела относительно точки либрации законы небесной механики разрешают ему колебаться около этой точки и тогда мы можем видеть его выходящим это тело выходящим из-за солнца представьте себе что в это время в проекции мы видим Венеру рядом с солнцем и это тело вышло из-за солнца мы тогда подумаем что это спутник Венеры а мы знаем что у Венеры нет спутника в 1666 году директор Парижской обсерватории Жан-Доменико Кассини вдруг увидел рядом с Венерой какое-то тело ну смотрите если мы видим освещение не прямое а сбоку луна у нас не бывает все побитные верно когда она освещена сбоку солнцем так вот Венера тоже была серповидная тогда и это тело тоже было серповидным значит оно освещалось солнцем значит это тело из нашей солнечной системы а не звезда налевая через 6 лет он опять увидел это тело опять рядом с Венерой потом целый ряд других астрономов наблюдал Роткьер там Монтенни и так далее я сейчас не помню все фамилии где-то до 1000 это было начало 1666 последнее наблюдение было 1772 год то есть около 100 лет наблюдали это тело потом оно исчезло больше не появлялось значит были определенные позиции небесных тел планет которые вызывали выход этого тела из-за солнца ну если если имеются планеты которые еще вращаются вокруг края солнца и там может быть имеется действительно цивилизация в мире и зонка и если считать что комета о которых я говорил имеется очень любопытной кометы летит комета и у нее траектория такая как будто бы эта комета движется с инспекторской задачи облетая все планеты пролетает рядом с Юпитером потом с Марсом потом с Венеером да с Землей Венеером и так далее потом обратно возвращается и некоторые кометы вообще даже хвостов не имеют а имеют дисковидный вид так что тут все очень интересно весьма возможно что кометы действительно являются космическими кораблями которые выполняют задания главной значит главной что ли базы вот этих богов нашей солнечной системы я на что еще хочу обратить ваше внимание смотрите либерационная точка положение тела в либерационной точке вообще говоря неустойчиво положение положение земли относительно этого тела я его назвал глория вот derrière то же тело находится за солнцем я назвал его уходя Amazing положение Земли будет в либерационной точке глории а глория в либерационной точке земля может быть это положение более устойчивое взаимное Но тем не менее, мы производим на Земле гигантские взрывы ядерные. Ядерные взрывы дают толчки Земле. Эти толчки могут вытолкнуть Землю из либрационной точки. Тогда что произойдет? Произойдет некоторая трансформация. Мы начнем двигаться навстречу друг другу. Если орбиты совпадают, это ужас вообще. Страшно. Но орбиты могут не совпадать. Они могут быть наклонены относительно друг друга. Но все равно сближение будет приводить к тому, что очень мощное гравитационное тело одного тела будет воздействовать на другое тело. Это приведет к колоссальным катастрофам на Земле. И там, на Глории. Я подумал, что, наверное, на Глории все-таки живут существа, которые опередили нас в своем развитии. Что там цивилизация более высокая. Они умеют управлять революционным полем. И они не допустят никаких страшных вещей. Я подумал, что, наверное, вот эти аппараты, которые мы здесь на Земле наблюдаем, НЛО, вот это их аппараты. Потому что мы знаем, что ни одно ядерное испытание не проходило без наблюдения НЛО. Это мы знаем. Вот на Херазиму сбросили американцы. И тут же через час уже было иного на Херазиму. И он на пределе. Значит, я подумал, что, наверное, они контролируют эти процессы, которые мы ведем здесь на Земле. Ядерные взрывы и так далее. Контролируют в смысле того, не будет ли опасности для Глории. Какие соображения в пользу наличия Глории? А соображение вот еще такое. Я уже говорил вам о том, что система Сатурна похожа на Солнечную систему. И когда я вам говорил о том, что спутник Сатурна Титан подобен Раджа Солнца, Солнечной системе, то имеется два спутника Эпиметий и Янус в системе Сатурна, которые подобны, орбиты которых подобны земной орбите. Значит, можно говорить о том, что там два спутника и здесь тоже дадут два тела. Но, правда, сейчас есть Луна, второй теле, да. А раньше, до того, как произошел поток, до того, как Луна перешла в Землю, земля в Раджа Сатурна, вы понимаете, что? Вот что интересно. У этих двух спутников суммарный радиус их, этих двух тел, Эпиметий и Януса, больше расстояния между орбитами. Значит, они должны цепляться друг за друга, стукаться. Но стукания не происходит. А что происходит? А происходит совершенно поразительная вещь, чего астрономы не могли вообще предположить. Это был плевок в сторону астрономии со стороны этих двух тел. В чем заключался он? А вот в чем. По внутренней орбите тело идет быстрее, по внешней идет медленнее. Так вот, то тело, которое идет по внутренней орбите, догоняет тело, идущее по внутренней орбите. И тут происходит совершенно фантастическое решение. Они передают друг другу палочку-выручалочку, или это эстафетную палочку. То, которое шло по внутренней орбите, переходит на внешнюю орбиту, а то, что пошло по внешней, переходит на внутреннюю. Тогда то, что перешло на внутреннюю, начинает отставать, а то, что перешло... То есть, убегая вперед, а то, что перешло на внешнюю, начинает отставать. Период обращения эпиметии Януса вокруг Сатурна 17 часов. Запомните, задумайтесь над этим, 17 часов, очень немного, да? А вот период их встреч, вот этого вальсирования, контрданса, 4 года. Раз в 4 года они так сталкиваются, обмениваются орбитами, потом опять гуляют. Значит, это тоже меня оттолкнуло на мысль о том, что у нас на Земле тоже на земной орбите второе тело должно быть. Вот это еще довод пользы Глории. Ну, таких доводов было не одно. Таким доводом, правда, это уже после того, как я сделал предположение насчет Глории, кстати, в этом году будет 20 лет, как я опубликовал эту свою работу насчет Глории. Я позже от своего приятеля узнал, что, оказывается, пифагорейец Филл Лай выдвинул в свое время гипотезу строения Солнечной системы. Ну, у него там из других соображений было предположение о том, что в центре Солнечной системы находится не Солнце, как мы сейчас считаем, а центральный огонь, Хестер. А вокруг центрального огня ходили планеты. И Солнце ходило, тоже как планета вокруг центрального огня, и отражало, как зеркало, свет этого огня центрального. Но на орбите Земли, которая шла вокруг Хестер, с другой стороны находилась Антиземля, которая шла так же, как Земля, с тем же периодом, и Филл Лай ввел это тело для равновесия. Это очень интересный момент. Кстати говоря, когда я вам говорил насчет Меркурия, я забыл поменять следующий интересный факт. В Египте имеется в Дендерах древний зодиак, расписанный в храме на потолке храма. И вот, оказывается, этот дендерский зодиак не содержит Меркурия, как в самостоятельном планете. Не было такой планеты, самостоятельной Меркурия. Вот как спутник, возможно, оно было. А как планета, самостоятельный, в дендерском зодиаке, нет. Это очень интересный момент. На это надо обратить внимание. И вот, возвращаясь к этому моменту, о котором я говорил, о том, что на Глории, может быть, там имеется цивилизация более высокая, чем на Земле, и которая ведет контроль. А связи между Радом, Солнце и Глорией осуществляют вот эти кометы кораблей космические, которые связаны в дендерах. То есть, может быть, такая картина, она не противоречит простым таким соображениям. Мне бы возразили, что вот если бы Глория была, то период движения Земли был бы другой, период движения Венеры и Марса был бы другой, и мы бы заметили наличие этого тела. А я говорю, нет, товарищи, не заметили бы. И вот почему. Оказывается, теория движения Венера была создана только после Второй мировой войны. Только после Второй мировой войны. До Второй мировой войны не получалась теория движения Венера. Не получалась. Не получалась теория движения Марса. Не получалась. Почему же не получалась? Не могли подобрать кэффициенты, соответствующие там, чтобы влияние планет на Земле. Ничего не получалось. Только после Второй мировой войны это удалось сделать. Причем с натяжкой. Но есть интересный факт, который пока астрономы отнесли никак не будут. А факт заключается в следующем. В движении Мернера и в движении Марса есть нормальные, как положено ему, ускорения в переделии и замедления в Африке. Но кроме положенных ускорений и замедлений движений, есть еще не положенные ускорения и замедления. И вот эти неположенные ускорения и замедления, оказывается, для Венеры и Марса связаны между собой. Какая-то связка между ними. В чем связка состоит? Когда Венера убыстряет свое движение по орбите, Марс замедляет. Когда Венера замедляет, Марс ускоряет. Почему так? Это возможно было бы, если бы на промежуточе между их орбитами, орбите, а это орбита Земли, находилось бы тело, которое бы притягивало и ускоряло движение Марса и тормозило Венеру, притягивало к себе. Вот тогда мы бы нам дали такую картину. Одновременное воздействие этого тела на одну планету и на другую планету, но с противоположным знаком. Вот Земля такое влияние оказывает. Но, оказывается, Земли недостаточно, чтобы объяснить это. Вот если есть Глория, тогда да, это может действительно быть то, что было. Вот к этому мне хотелось бы добавить следующее. Что? Вы помните, что мы в свое время, американцы, послали космический зонд. И этот зонд унес, значит, унес пластинку, на которой было расположено следующее. Там в одном ряду были расположены элементы, соответствующие биологической жизни. Там кислород, водород, природ. Затем в другой строчке были расположены планеты от Солнца. Значит, Солнце большим квадратом. Потом на одной линии были расположены все планеты разного размера. Но Земля была приподнята над этой линией. Это говорило о том, что здесь жизнь. Остальные были на одной линии располагались. Потом была дана смираль ДНК человека. Потом был дан наш радиотелескоп, который из Алисиба посылал туда. Так вот, через, я сейчас не помню, через сколько лет, вы помните, в Англии рядом с радиотелескопом Джорджо Бенк появилось на полях появилось изображение. Это изображение сфотографировали. И оказалось, что это ответ на нашу посланную. Первая строчка. Там, где элементы. Оказалось, добавить элементы. Добавить цель. Если мы рассматриваем линию планет, то оказывается, приподнята Земля, приподнят Марс и приподнят Юпитер. И он в виде крестика у Юпитера, четыре спутника, четыре галилеевых спутника. Значит, и Юпитер в виде крестика приходит. Значит, там жизнь есть. Что мы можем сейчас сказать? Мы можем сказать следующее, что вот эти четыре галилеевых спутника Юпитера, они чрезвычайно интересны для нас. Во-первых, на спутнике Ио, там действует одновременно около 15 вулканов. Эти вулканы изрыгают серу. Жидкая серая ватикали. Кроме того, там поверхность Ио покрыта снегом. Двуоки серы, триоки серы. Снег синего света, белого света и черного света. Тут есть очень интересный момент. Я сейчас не могу особо не останавливаться. Но вот ясновидящая девочка из Австралии, она описывала, что она находится внутри космического корабля. Что космический корабль подлетает к красной планете и ныряет в жировую лукану. И внутри там, значит, город какой-то, там роботы работают, изготавливают летающие тарелки. То есть это такой процесс. И она, когда ее вывели на поверхность этой планеты, она пощупала снег, снег был горячим. Значит, я хочу сказать следующее, что триоксид серы имеет температуру плюс 95 градусов. То есть она была, наверное, не на Марсе, а она была, может быть, на Ио. Потому что там снег вот такой удивительное свойство, да? И он тоже, Ио тоже красноватое. Европа, следующий спутник Юпитера. Чем он интересен? Он интересен тем, что он практически не имеет гор. Там находится гигантский водный океан, глубиной 80 километров. А сверху 100-километровая корка льда. Эти льды елозят, раскалываются, разламываются под воздействием преливных сил Юпитера и других спутников. Но тем не менее, значит, если смотреть то, что получили американцы, когда их космический аппарат полетал мимо Европы, они обратили внимание, что над поверхностью ледяной имеются какие-то гигантские трубы, которые не пересекаются друг с другом, а идут на разных уровнях. Что это такое? Это еще прицеп исследователей. Может быть, там есть жизнь. Вода. Теклая, раз свободная вода, значит, там есть жизнь. Трудно сказать. Ну, про остальные тела, возвращаясь к Марсу и к Луне, я уже говорил, что на Луне обнаружили разваленный городок, но на Луне обнаружили не только разваленный городок, а на Луне обнаружены в северной части Луны, обнаружены гигантские купола. И эти купола имеют такие размеры, что спокойно там наш Петербург может спрятаться под этим куполом. На Луне обнаружено очень много странных вещей. Обнаружены квадратные, треугольные и шестиугольные кратеры. Можете вы себе представить такие кратеры? Как они могли образоваться? Значит, тот и третий кратер обтесал, обстругал, обрезал, для того, чтобы получилась такая форма получилась. Но, если доверять сообщениям американцев, которые облетали многократно Луну на своих космических аппаратах, что на обратной стороне Луны работают гигантские землеродные машины, которые переносят грунт из кратеров наружу и куда-то в другое место и так далее. То есть, там идет гигантская работа. И вот если мы вспомним, что НАСА, Национальное управление по аэронактике, собрало пресс-конференцию, не помню сейчас, по-моему, в 1976 году. Я могу ошибиться с датой. Ну, где-то в общем. Вот в этих уровнях. И заявили на этом рассчитании о том, что мы обнаружили на Луне деятельность чужой цивилизации. Ну, конечно, все были возмущены корреспонденту. Как? А что с 20 лет мы молчали? Ничего нам не сообщали. Ну, мы по двум причинам молчали. Первая причина – у нас конфронтация с союзами была. И мы, конечно, каждый не союз. И мы хотели побыстрее платянуть к себе и получить от них информацию о каких-то новых разработках и так далее, и так далее. Новых машин. Это одна причина. А вторая причина – мы боялись напугать наш народ. Потому что, если бы мы об этом сообщили, началась бы память в Америке. Обратились к Вернеру фон Брауну. Создателю вот этой системы Аполлона. Он говорит, я не могу ничего вам сказать. Я давал подписку о неразглашении. Но все-таки кто-то может сказать? Ну, я могу сказать следующее, что мы встретились на Луне с такими силами, о которых мы даже предполагать не могли. Ну, поясняю. Вот у вас летит ракета. Она должна идти так, она вдруг раз поворачивает сюда. Что ее сюда поворачивает? Какие силы? Силы должны быть бешеные для того, чтобы изменить траекторию этой ракеты. Но это мы наблюдали. Больше ничего не сказали, сказал Вернер Фон Брауну. И вот если мы весь этот комплекс моментов рассмотрим, мне хотелось последнее к этому добавить. Я кое-что вам еще покажу. Мне хотелось последнее добавить вот о чем. В 2006 году японец, астроном-любитель, живущий на Аляске, зафиксировал вспышку, гигантскую вспышку в небе. Он об этом в интернете заявил. И нашлись еще несколько астрономов-любителей, которые эту вспышку зафиксировали. И тогда им удалось собрать эти материалы, время, место на пределе и так далее, и так далее. И рассчитать место, откуда пришел сигнал, где произошла вспышка. По расчету оказалось это место за Плутоном в Солнечной системе. За Плутоном. Вспышка была очень сильная и соответствовала взрыву водоядерной бомбы. Ну или астроном, так мы говорим. Следующая вспышка была зафиксирована в 2007 году, следующая в 2008 году и следующая в 2009 году. И все это вот уже наблюдало несколько астрономов. Все это удалось сложить вместе, рассчитать. Место, откуда пришел сигнал. Оказалось, что это взрыв, атомные бомбы, тротилл он эквивалентом не менее 300 килотонн. То есть колоссальный взрыв. Теперь вот у вас выступал Чернобров совсем недавно, да? Значит, Чернобров ездил на реку Витим для того, чтобы там обследовать место падения Витимского болида. Витимский болид, по-моему, упал в 2002 году, я сейчас точно не помню, но совсем недавно. И вот когда Чернобров туда прибыл, он обратился там в местных властях, ему удалось выпросить вертолет, они облетали там все, нашли места, вывал леса, там, где куски этого болида упали. Им удалось собрать снег в этих местах, снег отправить в Москву на анализ. Ну, конечно, туда пришла уже вода. Чернобров говорит, ты откуда эту воду взял? Ты ее взял из охлаждения атомного реактора? То есть вода была радиоактивной. Дальше. Он выяснил у местных МЧСовцев там, и они говорят, что в момент падения болида мы зафиксировали всплеск радиоактивности. Ничего себе. Мы знаем, что падает метеорит, и никакая радиоактивность не увеличивается. Местные власти заявили МЧСовцев, да вы просто безграмотные. Вы же не знаете, что ли, что метеориты не дают повышения радиоактивности. Вам вообще уволиться надо со своих мест, раз вы такие безграмотные. Вырвите из своих тетрадей эти записи. А там четко фиксировано всплеск радиоактивности. Но они вырвали записи. Правда, Чернобров одну такую запись притащил. Я говорю, я помещу ее обязательно в интернете, что пусть все посмотрят. Но оказывается, начался всплеск онкологических заболеваний там. То есть сильная радиация привела к росту онкологических заболеваний. Начался своеобразный и демианкологический заболеваний. И это факт, о котором, конечно, местные власти хотят не знать, хотят умолчать, а это уже не спрячешь никуда. Понимаете? То есть болид принес радиоактивные осадки сюда. Откуда он принес радиоактивность? Спрашивается. А мы знаем, что целый ряд комет и болидов прилетает из зоны, расположенной за Плутоном, оттуда. Вот этот японский астроном-любитель, он сделал вывод, что там за Плутоном идут ядерные войны. И прилетающие оттуда болиды должны приносить сюда радиоактивные осадки, если там идут ядерные войны. Кроме того, Чернобров выяснил, специально занимался этим вопросом, выяснил, что в 1908 году Тулгусский болид тоже дал радиоактивность там, тоже радиоактивное заражение, тоже так погибали люди от онкологических заболеваний и так далее. Значит, это еще пример, вывод, что действительно, наверное, там идут ядерные войны. Что это за войны? Это, может быть, внешняя какая-то цивилизация врывается к нам сюда, в Солнечную Сему, а наши старшие товарищи, командующие Солнечную Сему, ведут защиту Солнечной Семьи от этих самых внешних. Значит, если кто-то из вас смотрел мою передачу телевизионную по РЭМ-ТВ, это было 20 марта, в этой передаче было сообщение о наблюдателе, работавшем в НКВД по фамилии Файбуш. Он занимался рассекречиванием радиопередачи, расшифровкой радиопередачи. И вот 11 сентября 1928 года он зафиксировал какую-то радиопередачу странную, которую им удалось расшифровать. И он еще несколько передач зафиксировал, идущих на этой же волне, но он не успел, вернее, он еще побоялся, наверное, опубликовать эти данные. В 1937 году его арестовали, и он сидел уже в тюрьме, готовился к расстрелу. На клочке бумаги он написал о том, что вот 11 сентября мы приняли радиопередачу от космического корабля или космического зонда с Марса. Откуда следует, что жизнь в Солнечной системе началась на Марсе, и марсиане живут на Земле тоже. И, может быть, она продолжается еще на Марсе. Но он сказал там Файбуштар, что галактика находится в подчинении у двух цивилизаций. Ей управляет галактика две цивилизации. Одна цивилизация связана с Марсом, и она, так сказать, дружественна нам. А другая цивилизация нам враждебна. Вот, может быть, эта враждебная цивилизация и идет сейчас янерной войной на краях Солнечной системы. С нашей Солнечной системой, мы не знаем. А теперь я хочу вам показать два фильма. Один фильм о Марсе. Вы посмотрите там, в сооружении, которое имеется на Марсе. Это снято американским спутником, который вращался и вращается до сих пор на сутки вокруг Марса. А второй фильм о Солнце, который говорит о том, что Солнце находится под контролем какой-то высочайшей цивилизации, которая заведует работой Солнца и управляет Солнцем. Это очень интересно. Я думаю, что вы с удовольствием посмотрите оба судьбов. Вот посмотрите, будут опять дороги видны, будут самые какие-то... А это что-то вроде антенны. На Марсе. Вот это, как антенны. Вот сейчас будут поселы, смотри. Какие-то машины здесь расположены. Дорога здесь будет, дорога. Далее, далее. Сейчас, сейчас. Вот смотрите, из синего цвета, который вы знали. А вот это похоже на купола... А вот здесь просто завод. Смотри, цеха какие-то огромные, ангары вот. Дорога, две дороги, еще какие-то заводы. И еще какие-то поляные. А вот это Солнце. Вот теперь. 25-го года 2006 года ракета, стартовавшая с высокой канавера во Флориде, вывела в космос два одинаковых спутника-одзерватории с обширным набором аппаратуры для фиксации различных параметров деятельности Солнца. Вращаясь в течение нескольких недель, а теперь не удаляясь друг от друга, но оставаясь при этом достаточно близко, они как бы выстраивались в очередь на сближение с Луной. Когда первый приблизился к Луне, он под действием лунной инферентации был заброшен вперед от Земли, затем второй был захвачен в шесть недель, пусть я лунным притяжением, но отброшен, ну, в противоположную сторону, на анимации НАСА. Зеленая точка Земля, белая Луна, красная, один спутник, синий и другой стеклик, желтый стрелка направлена на Солнце. Включаем дальше. Включаем дальше. Когда оба спутника поселились на армии Солнца, один очень ближе к Земле, другой летящий позади Земля чуть дальше, оба спутника начали дарифовать по себе на отдалясь от Земли в разные стороны. Отсюда название проекта СТЕЛЕО. На анимации НАСА зеленая точка Земля, желтый Солнце, в разные А, синее В, белая Луна, беда Меркурия, Венера и Марса. Пойдем дальше. На этом запряжение показывает, где они остаются. Вся информация, использована в фильме, как анимация, найдена на сайте НАСА, посвященную проекту СТЕЛЕО. И находится в свободном доступе. В марте-апреле 2007 года, когда аппаратура на спутниках была настроена и начались поступать качественные слипки, на фотографиях, полученных с А и Б, появились загадочные объекты, явно искусственного происхождения. Объекты были огромные, откуда-то прилетали, перемещались вокруг Солнца, на громких красотях, приземлялись на Солнце, взлетали с него и куда-то отбывали. Так продолжается по сей день. Фокация об этих объектах обошла множество формов в интернете, но не получила никакого продолжения и объяснения из специальных источников. Фотографии, выкладываемые в реальном времени, в течение двух суток, контрастируются и все объекты в срекционных слипках в виде белых точек и линий. В чем вы сами увидите в этой части фильма? На вопрос об объектах, заданных НАСА, последовал ответ от ответственного сотрудника Миссис Террио, Йозефа Гумана, что белые точки... Что белые точки с четырьмя черными вокруг являются сильно увеличенными артефактами сжатия изображения. Мы с вами рассмотрим дефект на симптом с разрешением 2048 на 2048 гексика, который любой сможет посмотреть и скачать по следующим ссылкам. Здесь ссылка появится. Помните, что через 48 часов снимки ретушируются. Не поленитесь нажать на паузу и закачать ролик в разрешении HD 720. Смотрите на полном экране. Если у вас ноутбук с глянцевым экраном, приглушите свет, чтобы блики не мешали, вам все рассмотрим. Приступим. Народ спрашивает нас. Представляю. Фильм расследования. Меганские НЛО у Солнца. Часть первая. Объект. Маяк. Вот Солнце. Смотрим. Это северная часть Солнца. Так, я задержу. На обработанных снимках можно видеть крупный сферический объект размером с нашей Землей. Вот он показан на стелке. Или побольше. Находящийся над полюсом Солнца. Объект передвигается по дружности. За 4 года наблюдений объект присутствует на всех фото. Не был притянут Солнцем. При этом не горит в солнечной короне, а это примерно 1,5 млн градусов по кельминам. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Вот он. Это тело. Стрелочку покажет. Стрелочку покажет. Пойдем дальше. 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 Но не падает на Солнце. Корона 1,5 миллиона градусов. Стервия. Следующий объект, который мы рассмотрим, автор фильма Уфов назвал стеркви из-за внешнего вида. Вот с правой стороны виден только стерк. Вот этот стерк. На самом деле это некие кассеты, которые, достигая Солнца, разделяются на сотни, если не тысячи автоматических аппаратов, которые затем высаживаются на поверхность Солнца. На снимке можно видеть огромный стержень, кассету, от которого отделяется аппарат, пока еще не рассмотренный нами. Вот стрелочки показывают, красные стрелочки показывают отделяющиеся аппараты. На этой фотографии основное количество отделяемых аппаратов скрыто за шумами Солнечной короны. За тот же снимок, это тот же снимок, но после обработки НАСА, в процессе которой все шумы срезаются. И, несмотря на то, что теряется первоначальный комплекс объекта, мы можем увидеть количество аппаратов, на которых распадается стержень. Вот здесь показываю, вот стержень, смотрите, вот он распадается, здесь он распадается. Вот стержень, оно распадается. День первого большинства у меня не должно быть. Количество колоссально. Теперь посмотрите на оба снимка, для того, чтобы в дальнейшем иметь четкие представления об изначальном виде подобных объектах. Снимок сверху в редкий случай увидит не отредактированное сервер. Вот это стержень, вот здесь он распадается. Сейчас вы увидите отредактированные свинки с особо крупными стержнями, взятые из актива стерео. Больше днями на солнце снежи. Р Minute. Некоторые стернии вылетают прямо в солнце, очевидно распадаются в верхних слоях, такое попадается достаточно часто. Посмотрите на эти безумные размеры. Диаметры больше солнца, то есть и на стерня. Больший диаметр солнца. Сначала без увеличения. Как вы сами видите, единая стерня больше диаметра солнца, а это миллион четыреста тысяч километров. Слева на фрагменте можно видеть, как от стерни отделяются аппараты, такие же, как вы видели на первом среде. Слева на фрагменте. Солнце – это магнитное вплощение. Вид ординарного лазерства. Наша плазма двигается вдоль двух моментов. На этом зиме вы можете видеть часть аппарата, на которой распадаются стерни, достигая Солнца. Вот эти вот аппараты внизу, и справа до него. Батареи. Внешний вид аппаратов – батареи. После отделения от стерни виден, как правило, в двух вариантах. Они выглядят либо так, либо так. Затем во время полета на аппарате выдвигаются четыре ноги, и он приобретает вид рукой Ильц. В отличенном варианте это выглядит так. Антенна всегда вытянута вниз. Также на каждом аппарате мы видим источник света от силовой установки, по суговоре, двигателя. Посмотрите поближе на аппараты. Они не вызывают у нас зрительного отторжения, потому что они симметричны, логичны с точки зрения земной геометрии. Мы видим параллельные ребра этих конструкций. Двигатель находится ровно посередине. Смотрите. Олючение cómo услужит. Полетит Продолжение следует... 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 Объекты втягивают ноги и приобретают вот такой вид. Затем они объединяются по базе. Выглядит это следующим образом. Это вид сверху. Вид снизу. При трансформации объекта и передоточнений в зубе вы можете иногда видеть нутроаппараты, ведущие от северной станки света. Момент перед определением. При просмотре снимков на сайте сериала некоторые объекты, увеличенные солнечной короной, могут показаться вам очень большими. Но даже со всеми поправками средний размер батареи составляет примерно от полутора тысяч до трех тысяч километров. Ничего себе. На лужечке, да? Что само по себе трудно осмыслить. Эпилог. Мы надеемся. В общем, с какой целью все это делается, непонятно. Почему НАСА без колебаний в последнем рот о том, что все эти объекты дефектные изображения? Вы же убедились, что это не так. И разве НАСА финансируется не из средственного платежа? На снимках видно, что вокруг аппаратов на Солнце возникают гигантские темные области, показывающие очевидное снижение излучения в этих зонах. Измерялись в этих параметрах и какие есть результаты? Вопрос массовый. Вопрос у вас. Ответов ноль. Теперь вы знаете, где можно ежедневно увидеть свежие силки со спутником в середу. Как выглядят объекты во время полета и пребывания во время Солнца? Смотрите, анализируйтесь, задавайте вопросы. Иначе нас так и будут лежать вне линии о том, что действительно происходит вокруг. В самое ближайшее время фильм будет передублирован на английском и немецком языке. Ссылки на страницу составят. Вопрос вам по календарям мая. Вы говорили, что у них три календаря. Три календаря, да. И тот календарь, который имеет 260 дней в году, он связан с взаимодействием с синонетическим периодом Марса. Я понимаю. Третья синонетического периода Марса. Да, да, да. Слодничный период Марса 789, а этот 250, а этот третий. А вы знаете, что это что подается с годом Венеры, 260 дней? У Венеры тоже такое количество дней в году? Нет. Венеры 225 период, да. А, похоже. Но не совпадает. Да, не совпадает. Понятно. Это с Марса. Еще хотел спросить вот по вот этим, я их называю, трекинами, значит, ну, траектории, так сказать, на солнечном месте. На сайте СОХА НАСАГОВ, который является сайтом с одиночными снимками, не в Кирео, а, ну, первый этап, как бы, этой программы, да, вот, там видно, что очень много вот таких вот коротких треков, как будто это треки частиц, пролетающих мимо фотокамеры. Но если частица маленькая летит с большой скоростью, и она пролетает так, что она светится в лучах Солнца, как бы, да, то все зависит от времени выдержки экспозиции. Времени экспозиции. Вот Солнце экспонируется, допустим, там, там, доли секунды. Вот. Вот за эти доли секунды, может быть, пролетают частицы по линейной траектории очень быстро. И, вот, нужно было бы их проанализировать. Не являются ли вот эти секунды? Да, не являются ли они именно вот этими просто светящими... Но дело в том, что траекторика распадается, секунды распадаются на отдельные батарейки. А там распадения никакого нет в случае пролетовой частицы. Поэтому, я думаю, это разные вещи все. А вот экспозиция вот этих троисторий, она достаточно повторяющая сейчас снимки? Ведь это один снимок или это ряд снимков, в которых она во времени, какое-то время находится в пациентах? Я, к сожалению, не знаю всех подробностей создания этого ритма. Вот так. Что мы видели, то и знаем. Больше, не больше. Спасибо. Ага, больше. Филипан, да. А не замечается, как все это какое-то виртуальное решение созданное искусственное? Что делает сейчас? В интернете. Все ли он в украине денег издалогоплательщиков, наших специально наброшенных? Ну, я понял. Можно создать все что угодно, Михаил Николаевич, я понял. Можно создать все что угодно. Но вот нам даются ссылки. Надо пощупать эти ссылки, посмотреть, что там ссылки дают. Кто хорошо и часто выходит в интернет, может это все проверить. Можно создать один фильм, а эта информация идет постоянно. Постоянно. И в этом может каждый отличиться. Новые данные, я думаю, это очень трудно. Они дополняют. Я согласен. Вообще, если на такой позиции ставят, ничего не верят. Тогда ничего на уму не узнают вообще. В Америке сейчас тоже кризис. Я не думаю, что они на это подходят. Там как раз есть такие люди, которые ни во что не верят, поэтому они все отрицают. Наши астрономы, если бы это было на самом деле, в Америке. Они тоже входят в интернет. Вы представляете, какой бы это вызвал общественный резонанс? А сейчас это остается. Это было сделано и в Америке. Это сделано и в нас, в уфологах. Я ничего против них не имею. Это никого не интересует. На вопросах наших не отвечает. Наши органы, которые это открыли, тоже не отвечают. Это не представляет никакого практического интереса. Взять науку. Нет, этот фирм сделан в России. Это не в Америке фирм сделан. Я не думаю. В России. Кирилл Павлович, вопрос такой. Это же самое. Еще Козырь, ваш коллега, доказал, что на звездах, в том числе и на Солнце, вообще радиационных процессов не происходит. Это с одной стороны. На другой стороне, Вы говорили, что даже 2% от Солнца, от массы Солнца, значит, уже… Да, Солнце имеет маленькую массу, 2% от массы Солнца. Да. А если 2% от массы Солнца, то уже, возможно, ядерная реакция. Так все-таки, происходит ядерная реакция или нет? Нет, нет, нет. Я думаю, то, что там взрыво происходит, это от всех торговых. Нет, не взрыво. А именно ядерная реакция, синтеза. По плане на звезды. Нет, я просто тогда не очень понимаю вопрос. В чем вопрос? Ну, вопрос в том, что происходит ли вообще ядерный, вот эти самые, ядерный синтез на звезды. Потому что когда-то, помню, Вы даже не знали. Значит, с точки зрения официальной астрофизики, энергия Солнца дает внутриядерные процессы на Солнце. Это с точки зрения официальной астрофизики. А на самом деле, мы, конечно, не можем сказать, что там происходит, мы не знаем. Но теория расчета ядерных процессов на Солнце, она дает данные такие, которые позволяют судить о том, что мы можем наблюдать. Какие эффекты, какая энергия выделяется и так далее. Так вот, что интересно. Значит, по расчетам, получается, что внутри Солнца температура порядка 15 миллионов километров. Это достаточно для того, чтобы там прошли гадерные процессы. Но, нет того потока нейтрина, который должен быть при этих процессах. Мы его здесь, в помощи наших нейтринных... Телескопы? Ну, как это? Или брусы там. Ну, различные нейтринные телескопы, так называемые. Не телескопы, а не телескопы. Ну, в общем, в счетчике нейтрина не находит такого потока нейтрина от Солнца. И ученые не доубевают. Если этого нет, значит, тогда там ядерных процессов не должно быть таких, которые используются для расчета энергетики Солнца. То есть, если вот эти стержни туда прилетают, что они там регулируют, мы не знаем. И что это за цивилизация высочайшего уровня, которые полтора миллиона градусов температура короны, и ничего с ними не происходит, они там спокойно перемещаются. Садятся на Солнце, там температура на Солнце 6-4. А в короне полтора миллиона. Там, правда, корона очень разряженная. Но, тем не менее, все равно вообще не все хотят грахать. Поэтому все это очень непонятно. И вообще говоря, в свое время Козырь, занимаясь расчетами тех процессов, которые идут на звездах, для того, чтобы оценить количество энергии выделяемых, он пришел к выводу, что тех данных, которые имеют обычные вот расчеты ядерных процессов, недостаточно для того, чтобы объяснить поток энергии от звезд. Не хватает. И поэтому он пришел к выводу, что время выделяет энергии на звезды. Вот его главная гипотеза. Что время, как говорится, выделяет энергию. Каким это образом происходит, он не знал, но он теперь не будет в такой выводе. Поэтому, трудно сказать. Действительно, ядерный процесс создает необходимое количество энергии, а может быть и нет. Кто уже знает. Вопрос остается открытым. Понятно, ясно. Спасибо. Ирина Павловна, я хочу по-моему спросить. По поводу вот Глории. Леонтехтон, как ее называли, греки. Тоже знали про нее. Вот все-таки вы показали столько, да, и сказали. Там уже спутники с планеты Земля, уже там вроде бы вертелись вокруг Солнца, далеко улетали. Эти вопросы уже задали, в прессе читали. Неужели они не заметили пока что? Или никак невозможно заметить Глорию? Значит, Володя, я не утверждаю, что Глория существует. Я предполагаю. Да, да. Предполагаю. И я попытался привести доказательства в пользу этого предположения. Вот чем я располагаю, это вот теми доказательствами, о которых я сегодня говорил, да? Достаточно этих доказательств? Нет, конечно, недостаточно. Надо просто слетать за Солнцем и посмотреть. Такой задачи никто не ставил пока. Вот те американские спутники, которые летали на Луну, это слишком маленькое расстояние. Надо улететь в десять раз дальше, чем Луна. Только тогда мы улетели. Да, мы под Синей же летали, он сам, который исследовал. Те, которые исследовали другие планеты, они летали со своим заданием и не глазели по сторонам. У них очень маленькое поле зрения. Очень маленькое поле зрения. Они видят только вот туда, куда направлен взгляд, и все. Допустим, они ориентируются на звезду Канопус. Вот смотрят на Канопус и все. Вот что говорили насчет Марса? Насчет Марса говорили следующее, что вот спутники летят к Марсу, и вдруг... А у них ориентация на звезду Канопус. И вдруг появляется какое-то яркое тело, которое перехватывает их взгляд, их спутников, и они отворачиваются от Канопуса. Вот туда начинают смотреть на это яркое тело. Что это за яркое тело такое? И тогда, значит, с Земли идет команда на перестрою, на переориентацию, расходуется топливо. И поэтому вот это тело, которое дает яркий свет и начинает манипулировать вот этими американскими космическими кораблями, это тело назвали бурдалаком. Вы же ради топлива. Понимаете? Поэтому вопрос, конечно, остается открытым. Что там такое вдруг врывается в поле зрения этих космических телескопов, которые находятся на этих аппаратах? Мы не знаем. Но это просто лишний раз говорит о том, что ведь только 35% космических аппаратов посланных Марсу достигло цели. А 80% пущено к Венере и достиженной цели. К Венере и достиженной цели. А к Марсу нет. Кто-то не пускает их. Кто не пускает? Вот, наверное, те товарищи, которые там построили. Но они там пускают. Потому что они с ними договорились, с Владимиром себя. Почему не пускают, это другая сказка. Пускают отношения? Ну, почему не пускают? Нет. Ну, пускают какие-то отдельные прилетают. Некоторые прилетят, садятся на Марс и их сверху накрывают сразу. Вот он только посмотрел вокруг и все, и заткнулся. Больше не говорить. Оказывается, на него шапку надели. Так что, как раз, очень все странно. Но не странно, с точки зрения того, что мы увидели этот фильм. Еще какие вопросы? Филипп, это вопросы. Филипп, на вашей общественной своей жизни есть химическая, пухольная, сжигаемая, ядерная, и сейчас крюкон ватковый. Что в этой стране? Вот то, что пытаются с помощью коллагера получить. И нет. Они открываются в микрон. Кварковые, для измерения физических процессов. Ну, первое, что мне хотелось бы сказать, что кварки – это большой бред. Кварки. Это большой бред, который просто заводит мозги в другую сторону. от раскрытия сущностей внутри ядерных процессов и, значит, понимания структуры. Поэтому даже об этом бреде я и говорю не хочу тратить время. Что касается вообще направления ядерных исследований. Мы с вами знаем уже, что подавалась у нас идея насчет того, что вы используете ТОРИГ. Результаты есть? Нет результатов. А ведь что ТОРИГ нам дала выход? Очень сильно мы бы увеличили энергетику наших ядерных санций при переходе на ТОРИГ, да? Мы бы избавились от целого ряда неприятных лечений, которые дает нам Уран, а ТОРИГ не дает и так далее. Но ничего, ничего не снякается, естественно. Мертвечения появятся. Вот итальянцы обновили о том, что им удалось получить так называемый холодный синтез. Да, ядерный синтез. Как они это объясняли? Значит, берется никелевая проволочка, в никелевую проволочку добавляются какие-то добавки, какие-то химические элементы туда приходят. Это секрет их, они об этом молчат. И посылается ли ток внутри по этой проволочке? Несколько тысяч ампер. Но как эта проволочка не взрывается, я не знаю. Значит, видимо, проволочка такого диаметра подбирается. И происходит следующая интересная картина. В течение движения этого тока за счет стил магнитного притяжения электроны стягиваются. Электронный пучок стягивается и образуются на этом токе узелки. Узелки передней, стяжки какие-то. Где электронный пучок стягивается до очень малого размера, чуть ли не до размера диаметра ядра атома водорода. Кроме того, вот эти присадки там, в этом никеле имеются подороны. Вот получается так, что здесь за счет вот этих магнитных сил, за счет стяжки, вот это образуется. Стягивается ядра водорода, стягивается. И плюс еще электроны компенсируют электрические поля протонов своим отрицательным полем. И тогда происходит стяжка ядер, стяжка, или может быть там имеется в виду. Может быть там дейтерия, я не знаю, но происходит стяжка. И вот тогда в этой стяжке происходит потерянный магнит. Какие цифры они приводят? Они приводят следующее. Что вот у них затрачивается 400 Ватт, по-моему, на работу вот этой системы. А выделяется 12,5 кВт. Там выделяется энергия. Значит, за счет объединения ядер. Литерия, либо там за счет протонов, не знаю. Подробности они не пишут. Но это информация в интернете. Ее можно прочитать. То есть у нас же Италия Ивановича тоже на даче у Сильдей Мактинга, которого поддерживал наш Сильдей Мактинга, Сильдей Мактинга, холодный синтез. Ну, в общем, с холодным синтезом пока тоже хана. Ничего не получается. Но вот, если действительно, может быть, итальянцы получили, хорошо. Потому что у флейшмана и японца там ничего не получилось. Там только крип был один, на самом деле. Электролитический способ, помните, да? Ничего не получилось. Ничего не получилось. Да, значит, кто больше не услышит, сегодня в 5 часов, в 10-10 вечера, Артём Паратов как раз будет расстануть по холодным синтезе, который он занятелен. Когда будет, в 10-10 сегодня? Да, в 10-10 обычно идет программа «Время» по программе как? 22. А в 22-10 идет программа «Волюбин». Андрей Гиньков идет. Радио, какой канал? Радио. А, по радио. А, по радио. В 32-10. 22-10. У меня нет. Так, еще вопрос у там молодого человека. По этим фильмам, которые вы сейчас смотрели, они из интерната взяты? Или как это сказать? Подробнее говорить, я могу сказать. По фильмам, которые вы сейчас смотрели, они из интерната взяты? Или какой источник их происхождения? Вот этих звук, которые вы видите? Это ручки, а не ручки, а не ручки, а не ручки, а не ручки. А, это из интернета. Интернета. Это наши фильмы, может ли, не ручки. Манхебер подошел. Ну что, вопросов больше нет, значит тогда. Благодарим, Кирилл Павлович, еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот маленько сообщили. Внагрировалась информация на сайте комиссии. Значит на шоковарам, а 너 ее... Значит, кто не записал адрес, можно записать. Значит, только непонятная тема. Уфосп ведьма русского. Вот есть. О.К у. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот кому интересно, запишите, там новый izvamassor. Я не говорю о том, что выложены все пюллетени, которые издавались в этой стране. И еще одно, пожалуйста, Евгений Петрович хотел... У нас осталось пять минут для выступлений. Получается, наверное, только я один из своих выступлений. Значит, я хочу от имени вас всех поблагодарить докладчика с очень интересным выступлением, которое он готовил всю свою алкологическую жизнь, как вы поняли. Алкологическая жизнь у него самая большая из всех присутствующих в этом зале. Вот мы с 2002 года говорим о деятельности пришельцев на земле. Деятельность пришельцев на земле не ограничивается землей. Она распространяется и на солнечную систему. Это мы, прекрасные ухологи, знаем. И Кирилл Павлович этой темой заражен уже давно, ее хорошо прорабатывает. Действительно удивляет очень многое. И логичность, и стройность солнечной системы, определенные закономерности, которые он подметил. Наш у ухологов удивляет разумные кометы, которые движутся не по обычным траекториям. Эти траектории меняются и явно наталкивают нас на мысль о том, что они имеют заданную траекторию и управляются кем-то извне или внутри. Я, значит, хотел сказать о некоторых закономерностях по ходу доклада. Да, действительно, получается, освоение Венеры, первое освоение Венеры 85%, это в пределах допутимых технических норм. Успешной Луны уже 65%. И нам стало известно, после того, как Аполлон 17-й встретился с пришельцами, астронавты, было прямо сказано, не стуйтесь туда. Вы решаете проблемы на Земле, у вас их полно нерешенных планетарных проблем, а космос — это нас. Успешное освоение Марса, Кирилл Павлович назвал 35%, но у меня другие данные, 25% — это не имеет значения. Но соотношение очень разница. Это говорит о том, что на Марсе цивилизация, которая не хочет, чтобы мы изучали Марс и присутствовали там. Теперь вот я обратил внимание на такие закономерности. Наибольшая скорость перемещения ЛАИМов, космических аппаратов, пришельцев, на Земле — 20 км в секунду. На порядок больше 200 км в секунду в районе Луны, а здесь мы уже видим 700 км в секунду. Размеры. Самые большие размеры космических кораблей в пределах атмосферы — 10 км над Китаем, на высоте 300-400 метров, со скоростью велосипедиста. Огромное тело перемещало дисковидной формы. Сопровождалось вертолетами, наблюдалось со спутников, но тело испугалось лайнера пассажирского, которому было интересно посмотреть на это тело, он изменил свой маршрут. И это тело мгновенно переместилось в сторону Тибета. Наибольшие размеры в пределах Луны уже 600-700 км. На Солнце мы видим 1500-3000 км. То есть вот такая корреляция четко напрашивает. Это тоже говорит пользу реальности деятельности решения. Спасибо. Спасибо.